Минэкономразвитие страны выступила против обязательной психолого-педагогической экспертизы игрушек в странах-участницах Евразийского экономического союза. А такие поправки предложили внести в техрегламент о безопасности игрушек. В ведомстве уверяют, экспертизы не совсем правомерные и дорого обойдутся производителям игрушек. А есть ли игрушки, которые действительно опасны для детей? Как правильно их выбирать? Вот об этом поговорим с педагогом-психологом Людмилой Замараевой. Людмила Алексеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, какие игрушки несут угрозу эмоциональному здоровью ребёнка? Есть ли такие примеры и чем они опасны? Ребёнок вообще-то получает психическую травму в любом возрасте, если эта игрушка влияет на него очень сильно эмоционально. Смотрите, игрушки-монстры, да? Чем они плохи? То есть они имеют место быть, но каждый ребёнок практически, он ответственность несёт не за свою жизнь, а за жизнь родителей. И он боится за их жизнь. Поэтому он всегда переживает. Если он увидел игрушечку там в гробу и со всеми на свете, он проецирует это на родителей. Он боится их потерять. И в это время у него начинаются разные кошмары. То есть он спит плохо, он весь просыпается в поту. Родители не могут понять, от чего. Оказывается, от того, что они просто купили ему неправильную игрушку. Если действительно вот в наших магазинах сегодня такое большое количество этих самых игрушек, которые влияют на эмоциональное состояние ребёнка, негативно. Может, вообще стоит обойтись без них или без игрушек нельзя? Ну, понимаете, вот без игрушек совсем нельзя. Но другое дело, как вы используете эту игрушку. Вот смотрите, если мы возьмём ситуативные игры, в которых мы практически формируем всё у ребёнка, то есть и окружающий мир. А если мы, значит, берём игрушечки, которые вот такие грустные, эмоционально не раскрашенные эти, то, естественно, что ребёнок видит? Он видит, почему грустный. И если мы объясняем, что вот эта игрушечка имеет быть место для вот этой игры, и как нам нужно сделать так и научить ребёнка, чтобы он смог развеселить эту игрушечку, да, и она помогла ему пережить тот или иной процесс, чтобы не накопилась внутри агрессия, вот, ну, я считаю, что эти игрушечки должны быть. И они, когда накапливается очень огромное количество негатива внутри у ребёнка, он обижается на папу, на маму, на бабушку, потому что они то не купили ему ту игрушку, то они вообще не дали ему там или конфетку, или там ещё что-то. И у него внутри там обида такая на них. И что он делает? Он тогда приходит в сад, он начинает практически бить своего сверстника, да, как-то ему нужно выразиться. А если у него есть такие игрушечки, то он может как-то себя на этой игрушечке реализовать. То есть и тогда задача родителей посмотреть, что же он хочет делать с этой игрушкой, если он хочет её побить, эту игрушечку, значит, ему не хватает какого-то тепла, значит, у него внутри есть большое количество вот этой агрессии, которую он не может реализовать. Негативной энергии. Да. Поэтому, видя вот эту ситуативную игру, можно определить очень многое. Как правильно выбрать игрушку для ребёнка? Во-первых, нужно не идти на поводу у ребёнка. Во-вторых, нужно обязательно знать, с какой целью вы покупаете эту игрушку. Ну и потом, конечно, учитывая вот эти критерии, о которых я говорила, это то, что безопасность обязательно должна быть игрушки, санитарно-гигиенические нормы, да, это психолого-педагогические критерии, то есть игрушка должна быть развивающей все сферы деятельности ребёнка, а не тормозящей её, не тормозящей эмоциональное состояние ребёнка, да, не интеллектуальную сферу. Конечно же, это очень сложно, но при этом это возможно, потому что родитель контролирует выбор игрушки. Принёс игрушку, поиграл вместе с ребёнком, показал, как нужно играть в эту игру, и с ним вместе окунулся в эту игру. И при помощи каких-то комментариев, при помощи вот этой игровой деятельности родители может научить. Родители просто, может быть, там от нежелания, может быть, от нехватки времени дают ребёнку телефон, планшет, на, играй, на, смотри, изучай. Вот насколько эта проблема актуальна, насколько такая ситуация опасна для эмоционального развития ребёнка, вот что делать? Ребёнку в совсем маленьком возрасте не рекомендуется, то есть до школы вообще нежелательно играть в планшеты. Ну, потому что они очень сильно влияют на физическое состояние ребёнка, но в то же время и психическое. Он просто нажимает на кнопки, и всё видит, что происходит. Он сам-то ничего не делает. Дети очень быстро привыкают к этому. И когда они видят нормальную, хорошую игрушку, которая многофункциональная, они не хотят этого делать, они не хотят развиваться, они деградируют. Людмила Алексеевна, спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Я напомню, что в этой студии мы говорили с педагогом-психологом Людмилой Замараевой о том, какие угрозы для эмоционального состояния ребёнка могут нести игрушки и как правильно их выбирать.